всем доброго времени суток банда ну и сегодня я продолжаю такую относительно небольшую серию про конструкцию топливной системы лодочного мотора suzuki df 30 вот ну я думаю сегодня одним видео мы рассмотрим несколько вещей ну чё их тут особо рассматривать ничего такого особого нету но именно я как бы поделюсь что как и чё и как вот посмотрим воздушный фильтр в отличие от suzuki 24 такта на 30 уже стоит воздушный фильтр видите я его очистил очень успешно почти до состояния нового я поделюсь моментом как я это сделал да также у меня есть топливный фирт фильтр первичной очистки ну вот у него тоже имеется слив и мы его тоже разберем распилим вот этот фильтр я менял каждый сезон за четыре года я каждую весну меняю этот вид также как и масляный и его тоже разберем распилим и посмотрим что-то внутри вот откладываем это всю сторону банда ну и сейчас мы наверное маленечко но очень вкратце поговорим про форсунки которые стоят на данном типе мотора да по моему такие же форсунки стоят и на двадцатке потому что тридцатка это почти та же самая двадцатка только три цилиндра до чуть-чуть посложнее вот информации у меня особо такой немного и я как бы не являюсь специалистом в этой области и делаю первые шаги как и вы от этого если кто-то что-то может сказать можете поделиться одна форсунка у меня на видео видно до верхняя была с этого цилиндра закоксована вот от этого пришлось их почистить насколько это я смог вот и давайте поговорим что-то за форсунки форсунки у нас имеют вот такой вот значок маркировки думаю видно митсубиши значок стоит конкретный это форсунки у нас fat 300 334 вот здесь на разъеме the science bosch написано то есть ну как бы вот так ну что могу сказать форсунки в принципе на них немного я посмотрел информации и из этой информации скудно я понял что это у нас форсунки гбц пятого поколения которые используются только для dvs с распределительным впрыском топлива да с распределённым впрыском топлива да вот есть конечно и 6 форсунки 6 гбц поколения да только там уже расправил впрыск уйдет уже непосредственный да то есть это форсунки оем пятого поколения до системы вот они очень производительные и достаточно очень высокоточные то есть фирма suzuki не абы что все таки ставит в принципе я тут нисколько не сомневался мое мнение потому что однозначно могу сказать что сколько я сталкивался ну так вот на воде по разговорам на ю тубе видео отслеживал право 4 так на и моторы насколько я знаю что в классе 20 и 30 сил по сравнению с другими конкурентами suzuka одна из самых экономичных моторов 4 так ников вот и вообще через какое-то время нужно этих форсунки грубо говоря грубо говоря обслуживать что у нас тут имеется имеется вот такая топливного рейка вот такой замок который застегивают это форсунку вот форсуночка вставляется здесь и мы видим паз под замочек хоп она застегиваться в этой рейке вот и что у нас основное видим что форсуночка топлива попадает у нас с внешней части отсюда она проходит сначала фильтр тонкой очистки и с тыльной стороны грубо говоря с противоположной уже идет распыление форсунка имеет у нас вот такой пластиковый корпус который ошибка ошибка не подвержен температурам к нагревам и всему остальному и имеет два таких уплотнительных кольца в принципе если вот как у меня мотор 4 сезона отработал видим что уплотнительные кольца в хорошем состоянии ну и меня тихо шикнул особо не нужно вот ну и давайте вкратце поговорим как это примерно форсунка устроена данная форсунка это форсунка у нас является форсунка электромагнитного типа до основные элементы это клапан запорной иглой электромагнитный соленоид вот по сути дела здесь стоит электромагнит и клапан запорной иглой да вот эта игла при воздействии электрического тока поднимается вот удерживаться и соответственно под давлением насоса высокого давления проходит на клапан и на сам уже распылитель то есть по сути дела после этой иглы стоит еще сетка с фильтром потом направляющая клапана посадочное место клапана до уплотнительное кольцо и сам уже вот этот вот что мы сейчас уже видим распылитель здесь распылитель восьмидырочный не абы какой когда я форсунки почистил и отмыл то я увидел что вот на это вот пимпе написано цен а так когда это было все под загрязнено я тут ничего не видел видно что форсунка у нас неразборно вот у нас следы лазерной сварки и здесь ему тоже видим распылитель сюда как я понимаю тоже варен лазерной сварочкой как-то так короче все не просто так да ну в принципе эти форсунки являются одними и самых скоростных и производительных которые на сегодняшний день существуют в пятом поколении вот это подтверждает что что их не обмотка вот я не знаю давайте вот так как поставим чтобы не быть голословным и померить их не обмотку но для более точности сейчас мы выберем режим не автоматически ручной ом и до более точно показала смотрим 12 так 12 и 5 12 и 6 грубо говоря 12 половиной думаю все в принципе зафиксировали это да это говорит о том что обмотка низко умная да и соответственно так как она низко умная эта форсунка является относительно уважаемая банда скоростной вот от этого и получается такая точность и производительность потому что ну характеристики я точно не знаю сколько там задержка максимальная минимальная в мили или микро или наносекундах да как человек в этих единицах я очень достаточно неплохо разбираюсь да был когда-то в свое время работал в этой области но именно точно характеристик нету от этого не сочтите я вам рассказываю так вот поверхностно все вот теперь что могу сказать по этим форсункам как и все таки мне пришлось почистить вот очистка таких форсунок изначально когда вы достаете лучше всего либо очистительным карбюратора да вот в таких вот баллонах есть всякие разные штучки либо вот такой вот тоже в баллонах очиститель это дросселя заслонки да то есть как раз для этих целей подходит единственное когда вот эта часть распылитель сверху весь этот кокс будете очищать нужно сделать так чтобы на резинки этот очиститель не попадал у них будет банда разъедать уж это как-то прикрыть пакетом каким-нибудь еще как-то да грубо говоря чтобы не было никакого на них попадания можно их конечно снять вот заднюю можно снять она достаточно легко грубо говоря резинка сидит но переднюю снимать не рекомендую она сидит так что к снятию она уже по сути не подлежит если вы уже сняли да то ставить уже нужно новую да то есть нужно покупать сра комплект новых резинок если вы уже снимаете нужно ставить уже новую начана уже свои свойства при снятии так плотно сидит да что она уже растянется и начинает прям белеть трескаться да будет белить и трескаться может нарушиться целостность вот вы это очистите внешний вид потом дома это можно все отпустить в ультразвуковую ванну жидкость особо агрессивную не нужно вот и когда уже с ультразвуковой ванной достанете взять тряпочку для очков мягенькую специальную которые протираются очки да и и уже можно будет сам уже вот этот распылитель грубо говоря протереть чтобы не было никаких вот там царапин ничего такого не было ну а по идее нужно это все нести на стенды прочищать ну что то в хабаровске у нас тоже с этим тухловато оказалось нетом позвоню по определенным телефонам про эти грубо говоря на эти стенды люди которые этим занимается объясню что у меня форсунки грубо говоря и инжекторы оем гбц пятого поколения да соответственно там все люди которые ушли шли эти слова они сразу же сказали бляда чё другом мы такого вообще не знаем мы вообще опасаемся а вдруг там что-то еще пойдет не так мнение не мы говорить никаких гарантий там не даем то есть как я понял что все у нас ну большинству где по объявлением смог найти эти сервисы которые это на стендах чистить они что-то поиспугались до братья и заниматься этими форсунками не спорю может быть где-то в хабаровске есть нормальные люди с головой которые все от дупляет и могут сделать качество на эту работу ну вот я как-то вот прям сразу слету не нашел до в течение дня порысков по интернету от этого можно прочистить их уже изнутри таким образом я посмотрю как делается тоже берется вот такой баллончик да грубо говоря тоже либо очиститель карбюратора либо друсельные заслонки мастрячится переходник да можно даже прямо на рейку это все подключить до завести этот баллончик через штуцер сюда да и через кнопку подавать напряжение короткими рывками нажать баллончики то есть это очищающая жидкость пройдет изнутри и все прочистит но я к этой мере прибегать сам не стал потому что в принципе вижу что более-менее форсуночки чистенькие сейчас как новенькие и не думаю что они внутри там прям забились это когда обычно на машинах на японских на бушных люди валят по 20 по 30 по 15 лет и потом начинается эта чистка такая брутальная жесткая здесь думаю пока такого ну не требуется вот ну что могу сказать за фильтр свитов с фильтром еще гораздо проще подзабился он у меня нормально мы могли видеть когда его снимал на видео но тут все гораздо проще берется вот такая вот насадка от пылесоса пылесос ставится на полную мощность как мы видим насадочка прям идеально подходит раз прочищаете распрощается оставляете между грубо говоря вот этих складок до самого конца раз прочистили потом берете прямо так вот на чистой это стучите и вот эти вот частицы они прямо оттуда с фильтра которая засосала они подходят подходят ближе 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 смотрите они есть опять их высасываете все высасываете опять вот так вот постукиваете ну чтоб она выходила вот продуть отсюда невозможно если только снять сетку и потом запаять ну что-то мне так заморачиваться не захотелось я так вот постукивал и такой вот насадочкой все очень качественно грубо говоря почистил все фильтров побелил елки-палки практически нормально все сниму у меня уважаемая банда получилось ну вот ну и что давайте тогда убираем фильтр и посмотрим фильтр первичной очистки вот как я говорил у него тоже есть слив это очень неплохо что у сузуки есть на слив на всех моментах да насколько мы наблюдаем и на фильтре грубой очистки и на фильтре тонкой очистки тоже есть слив единственное что я уважаемые зрители допустил неточность когда вам про этот фильтр рассказывал и разбирал то есть отстой сливается перед подачей в насос высокого давления вот я тут оговорился закрутился и все дела так что не думайте что я там что-то не понял все как бы я разобрался просто not много информации дел по жизни все мы блогеры имеем свойства просто тупо оговариваться вот так что у сузуки как бы мы видим на всех фильтрах есть возможность слива конденсата и тут я начинаю понимать чем я больше начинаю ввозиться с топливной системы этого двигателя я начинаю понимать что в нашем топливе этот конденсат вода особенно в таких условиях как дальний восток или где большие перепады температур это неизбежно и независимо какой у вас двигатель honda yamaha tahatsu mercury просто если у вас двигатель не четырехтактный не инжекторный да там это дело попроще в карбюратор что-то эту жижу там выдавила прогнала там и мотор как бы вам кажется работает безотказно от этого не нужно путать сравнивать как некоторые люди толком не понимают и начинают там пытаться сравнить четырехтактные карбюраторные двигатели с инжекторными двигателями система намного как бы сказать топливная сложнее и работает она по другому и здесь как только попадает жижи да ну грубо говоря вода она через эти форсунки как я понял толком не проходит и начинает грубо говоря компасирует если уже совсем много я думаю может она даже вывести из строя именно форсунки до от этого фирма suzuki предусмотрела на всех этапах очистки именно специальные технологические отверстия для слива ну а что давайте мы распилим этот фильтр и посмотрим так вот такие вот хомутики советую вам не выкидывать и заглушку тоже можно не выкидывать потому что нас фильтром каждый раз продается этот хомут с такой заглушкой новый да много таких соединений на таких хомутах моторе они могут вам еще пригодится вот мы сейчас будем это дело разбирать ну как всегда традиционно пошло ну что давайте наведем порядок ну давайте посмотрим теперь конструкцию видим вот такой стакан достаточно большое расстояние в этом стакане что в случае если будет попадать влага там есть грубо говоря грамм наверно 50 муж даже ну 50 грамм точно есть можно может сюда влаги скатиться это у нас штуцер отстой сливать да это у нас вход а здесь от самого верху выход уже пошел грубо говоря на насос низкого давления вот фильтре q такой стандартный вполне себе обычные меняю их каждый сезон участку чуть-чуть пыль есть это вот то что я разбирал да так он видите ну темный конечно да ну прям криминального такого я ничего не вижу тянется кстати нормально вполне себе от этого такие фильтры я меняю каждый сезон вот самое что удобно здесь накидывается такая резиночка это прямо можно на воде вылить вынести за пределы кожуха открыть слить воду качнуть грушей без проблем очень даже грубо говоря неплохо сделано и достаточно много места под всякие нехорошие жидкости до которые будут оседать ну как мы видим что фирма suzuki вот достаточно все продумано и качественно всю свою топливную систему организовала да если здесь отстойники там отстойники вы знаете и как некоторая любители говорят да мы сейчас там еще фильтр поставим а по или перед этим еще фильтр а после него еще три фильтра блин ну скажу так это конечно ничего не поможет потому что плохое код топлива определенных условиях даст конденсат везде и перед этим фильтром и после того фильтра и после тех трех фильтров и даже и даже в топливной рейке перед самыми форсунками внизу он тоже выпадет там где уже не куда этот фильтр ставить понимаете избежать от этого херового топлива которое превращается в конденсат да мы при определенных условиях невозможно это вот именно беда которая является всех четырехтактных engine которых моторов независимости от какого он бренда вот такая вот ерунда насколько я смог понять так ну еще попутно хочу уже сразу же и сказать про термостат и его я тоже снял ну вот здесь термостат такой же как и на двадцатке четырехтактный практически у нас открывается вот я уже проверял на видео не буду показывать и проходит вода и бывают такие моменты что когда он здесь открывается попадает камушки и обратно он не закрывается вот эту историю я лично на двадцатке видео сам не снимали термостат его тут прям заклиненный камень вот и мы с 20 на двадцатку четырех так ну да да и вставили от suzuki dt от suzuki двухтактный термостат тот по конструктиву выглядит как-то помощнее поинтересней от этого может быть я сюда тоже воткнул если подойдет от тридцатки двухтактный чтобы не было такого момента ну видите за четыре сезона ну не туда но бывает ну что уважаемые зрители вкрасно как-то вот так общая ознакомительная я вам рассказал вот хотя сам тоже в этой области не являюсь каким-то сумасшедшим специалистом несмотря на то что у меня достаточно неплохое образование и не одно вот и вот как то вот так вот буду пробовать смотреть обслуживать и надеюсь для чего это снимаю надеюсь что просто кому-то это видео поможет потому что видео подобного такого класса с таким подобным чутки ну как бы сказать с разбором элементов я еще пока как бы током именно по данному типу моторов не встречал было бы вообще здорово если бы это кто-то сделал хозяин какого-то мотора например тахацу четырехтактного инжектора хозяин мотора mercury четырехтактного инжекторного хозяин yamaha чтобы вот ну как бы можно было посмотреть видео собрать такую базу данных и посмотреть действительно чем они там отличаются какой мотор предпочтительнее покупать вот а говорить так вот что вот у меня ходит у тебя не ходит блин ну обычно люди думают четыре такта то везде четыре такта но очень много четырех тактников старого поколения карбюраторных они очень сильно отличаются от инжекторов вот там у них вот именно с топливными системами поменьше сбоев гораздо намного меньше происходит да и у всех эксплуатация разная у меня эксплуатация очень сложно у меня моторы все знают как я рыбачу спиннингом и я мотор в течение дня не глушу то есть у меня мотору как с утра завелся и там часов 12 он молотит где-то я даю газа перехожу где-то не даю а так он постоянно у меня работает это очень тяжелые условия понимаете и часов налета у меня у моторов много они поднимаются с максимальным грузом спускается на пределах своих возможностей очень много часов я скажу когда я просто рыбачу на двадцатке там намотал на нем что-то в 220 что-то там часов и думал да нифига там 220 часов я там с рыбалки не там не вылазил там лет 7 оказалось это действительно очень много очень много вот и и в принципе я вам скажу простой средний рыболов да эти там ну а на этих на моторах у меня уже там по 400 часов с копейки нами намотана за эти четыре года это не каждый человек сам себе позволит много многие думают что мы там намотаем эти 400 часов за год за два да очень трудно намотать это значит говорит о том что вы просто безработный ничем не занимаетесь и все время проводите на рыбалке так не бывает у всех дети и семьи да грубо говоря и намотать там 400 часов ну это просто это простому стандартному среднему рыболову да это пипец это просто дорога длиною в жизнь вот реально чтобы самому просто для своих личных целей нужд рыбалок намотать там на моторе 400 600 часов блин но это просто если ты не занимаешься рыбалкой профессионально там браконьерством там профессионально или еще там с чем-то я не знаю намотать просто в личных целях среднему стандартному человеку 400 часов это дорога в жизнь по сути дела дорога длиною жизнь уважаемые зрители ну вот всем кому понравилось ставьте палец вверх подписывайтесь на мой канал делитесь этим видео с друзьями до свидания до новых встреч